У прихожан храма во имя иконы Божьей Матери Умиления и всех жителей города Артёмовского после трагедии пожара, уничтожившего храм, случилось радостное событие. Была установлена малая звонница, которая гласила окрестность мелодичным колокольным звоном. После богослужения в стенах временного храма отец Андрей Малошенко рассказал прихожанам о восстановленной звоннице и выразил благодарность всем, кто принял активное участие в этом деле. Восстановили нашу звонницу даже в более лучшем виде, чем она была, на мой взгляд. Не хватает нам, правда, одного колокола на 90 килограмм, который весит, но я думаю, что мы его в ближайшее время приобретём. И будет у нас тогда совсем полноценная звонница. Благодарю всех наших мужчин, которые откликнулись и эти колокола все воздвигли на свои места. Сегодня можно будет позвонить всем желающим, кто желает из всех вас, кто сегодня пришёл. Ну, конечно, под присмотром наших звонарей можно это будет сделать, порадоваться, огласить окрестность колокольным звоном. Это, конечно, радостное событие. Огласить окрестность колокольным звоном была возможностью всех, кто пришёл на службу в храм от мала до велика. Все, кому удалось побывать в роли звонаря, испытали великую радость и настоящую благодать. Чувство радости, чувство благодарности батюшке Андрею, что, несмотря на такое серьёзное положение, он находит в себе силы восстанавливать это всё и приумножать. Вот было два колокола о сохранившиеся. И он добавил ещё три маленьких колокола. Ну, вот я сама попробовала сегодня позвонить, и звон был чудный. И когда я услышала этот звон, мне стало очень радостно и благостно, и воодушевление какое-то внутри появилось. Я думаю, что эта благость и воодушевление, она, конечно, людям придаст силы. И люди ещё с большей охотой будут сюда ходить. Я сегодня сама звонила в колокола, мне очень понравилось. Колокола были очень звонкие, звучание очень далеко раздавалось. Я надеюсь, что многие услышали и порадовались за нас, за наш храм, за наш весь приход. Говоря о радостном событии, настоятель храма Андрей Малошенко отметил, что малая звонница в храме появилась благодаря пожертвованиям прихожан и отзывчивости завода Питкова. Два больших колокола, самый большой и средний, они сохранились. А три малых, новых, они все новые. То есть мы один нашли расплавленный колокол, а два пока не нашли вообще. Может быть, совсем не. А может быть, где-то лежат ещё в завалах, но мы их не обнаружили. Поэтому пришлось. Вот два колокола малых мы приобрели. А третий колокол, который мы привезли расплавленный, нам Николай Геннадьевич Питков обменял, то есть подарил нам замену расплавленного, новый колокол. В планах на ближайшее будущее настроить мелодичность звонницы. Ведь это целое искусство, подчеркнул отец Андрей. Пока, вот как вы, наверное, заметили, у нас пока ещё звон такой не совсем мелодичный, да, не устроенный, потому что не было пока времени всё правильно закрепить, как положено. Это целое искусство. Вот. Поэтому мы, конечно, попытаемся сделать, как сами понимаем, там немножко получше. Но пригласили мы отца Георгия из Каменского-Уральска. Это у нас священник, который занимается колоколами, самый такой главный над колоколами нашей епархии. И мы его пригласили к нам приехать, чтобы он дал нам консультацию и показал, как правильно звонить именно на нашей звоннице. Можно что-то поправить как-то. Ну, колокола мы установили именно, как он нам посоветовал, в том порядке, в котором, ну, мы надеемся, так и должно быть. Услышать настоящий мелодичный звон колоколов, каким он был до пожара, жители города смогут уже совсем скоро. А пока в приходе жизнь идёт своим чередом. Строятся планы на будущее и решаются текущие задачи по разбору последствий пожара и восстановлению церкви.